Очередной саботаж. В ночь с 9 на 10 февраля компания Укртелеком полностью отключила полуостров от услуг связи. Перестали работать фиксированная телефония, интернет и мобильный оператор Тримоп, принадлежащий украинской компании. Это сказалось не только на простых крымчанах, но и работе служб МЧС, скорой помощи и полиции, которые всегда должны быть на связи. Для кого 10 февраля стало днем тишины, узнавала Ирина Гратила. Масштабы очередной украинской телефонной диверсии сейчас далеки от июльских, когда без связи остался почти весь Крым. Но определенные неудобства она все равно доставила. В первую очередь экстренным службам. К примеру, спасатели без связи, как без рук. Дозвониться в МЧС с мобильного было невозможно. Это крайне неблагоприятно может сказаться на специфике ликвидации чрезвычайных происшествий, где дорога каждая минута. Первыми в группу риска попали те, у кого нет возможности вызвать помощь со стационарного телефона. В связи с плохими погодными условиями на полуострове участились случаи ДТП на дорогах. По словам специалистов, тратить время на попытки дозвониться на короткие номера 101, 102, 103 и 112 было бесполезно. Здесь уже помогло разве что сарафанное радио. Позвонить кому-то из своих знакомых, своих родственников, сослуживцев и попросить со стационарного городского телефона набрать номер 103, и тогда эти люди сразу же попадут в службу скорой медицинской помощи. Важным плюсом в сложившейся ситуации было то, что к ней в Крыму оказались готовы. Собственники украинских компаний, пока еще продолжающих работу в республике, уже давно приучили крымчан к тому, что от них всегда можно ждать неприятных сюрпризов. Мы же уже переживали эту историю, и мы знаем, что такое переключение мобильных операторов. Ведь это было ровно так же. То есть без объявления войны, просто одним нажатием кнопки или переключением рубильника, просто отключали целый регион от предоставления услуг. А раз нет эффекта неожиданности, то есть с самой проблемой разберутся в течение суток. В данном случае проводятся технические мероприятия, направленные на восстановление качества связи на территории республики. Все наши технические службы работают над одним вопросом, еще раз говорю, полностью восстановить связь. Я лично уверен, что все, что касается непосредственно наших, вот еще раз, внутринскульканских связей, все будет восстановлено в течение сегодняшнего дня. Как дальше работать с Укртелекомом и возможно ли это в принципе, учитывая принадлежность компании к собственности украинского олигарха Рината Ахметова, неизвестно. Официальных комментариев на сей счет пока не последовало. Ирина Гротила, Анатолий Скорик, Время новостей. Действительно, отключение Укртелекомом крымских сетей одна из топ-тем на сегодня. Прокомментировать эти события мы пригласили вице-премьера республики, министра внутренней политики информации и связи Крыма Дмитрия Полонского. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Добрый вечер. Итак, эти действия, уже называемые провокацией, что же это все-таки случайность или спланированная диверсия? Ну, вы понимаете, в контексте тех событий, которые в последнее время предпринимаются дружественной или братской, да, или нашей родной некогда Украиной по отношению к Крыму, ну, каждый пусть сам себе подберет то понятие, которым он мог бы охарактеризовать всю эту ситуацию. Потому что для меня, например, эти события, они стоят в одном ряду, вначале с отключением Северокрымского канала, потом с поэтапным выводом из строя отключением всех украинских операторов мобильной связи, потом мы помним эту нашу предновогоднюю веселую историю, когда Украина пыталась нас отключить от электроэнергии, ну, и вот теперь последнее, что нас связывало с Украиной, это сети Укртелекома, ну, вот, собственно говоря, сегодня в час ночи отключили и их. В принципе, это не такая уж и неожиданность, как я понимаю. Нет, ну, дело в том, что понятно, что когда все эти события вот развивались в той логике, о которой я сказал, мы, конечно же, понимали, что рано или поздно может произойти и это, и поэтому мы были к этому готовы, тем более мы имеем уже большой опыт, вы помните, как летом нам приходилось в таких очень экстренных условиях осуществлять переключение с украинской мобильной связи на российскую, поэтому мы все это помним, и слава богу, что за это время мы смогли укрепить материально-техническую базу, слава богу, что у нас на сегодняшний момент есть хорошие, реально действующие, наполненные грамотными специалистами предприятия. Это, прежде всего, и наш Крымтелеком и Крымтехнологии, поэтому, в принципе, конечно, для нас это было неожиданностью, потому что никто не знает, когда это могло бы произойти, но, тем не менее, мы были к этому готовы, и поэтому, собственно, нам так быстро удалось справиться с последствиями. Связывались ли с Крымтелекомом по поводу причин отключения полуострова и получили ли ответы? Ну, безусловно, дело в том, что в этот интервал с часу ночи до трех часов, когда я уже дал команду заходить и начинать уже в ручном режиме восстанавливать связь специалистам Крымтелекома, безусловно, выходили по всем необходимым регламентам. Вы же понимаете, это сложная техническая история, поэтому там есть регламенты определенные, если что, так есть какая-то неполадка, диспетчера связываются между собой, выясняют причины. Но дело в том, что сейчас до трех часов ночи мы не получили вообще никаких сигналов и никаких ответов по поводу того, что, собственно говоря, происходит. Поэтому, понимая, что к утру все должно быть восстановлено, потому что рабочий день, кроме того, мы же с вами прекрасно понимаем, что фиксированная связь, это и связь, прежде всего, социальная. Ею в большом количестве пользуются те же пенсионеры, люди пожилого возраста, и это, прежде всего, экстренные вызовы. Это тот же знакомый нам с детства 0.3, телефон скорой помощи, это и 0.1, и 0.2, и поэтому эта связь имеет большое значение. Кроме того, ведь на этой связи на сегодняшний момент практически функционируют все государственные и муниципальные учреждения. А ведь ни для кого не секрет, что Укртелеком – это монополист. 80% рынка фиксированной связи в Крыму – это Укртелеком. Более 40% рынка интернета в Крыму – это Укртелеком. Действительно, вот говоря о восстановительных работах, они действительно достаточно оперативно начались. Однако международную и междугороднюю связь, а также интернет все еще восстанавливают сроки, когда все-таки закончили. Дело в том, что буквально перед тем, как заходил в студию, я взял всю последнюю статистику. Хочу сказать телезрителям, что, во-первых, в полном объеме восстановлена вся фиксированная связь. Во-вторых, мы в полном объеме восстановили вызовы на экстренные номера не только с номеров фиксированной связи, но и с номеров мобильной связи. Причем, поскольку мы уже проводили такие работы, мы и улучшили эти показатели. Дело в том, что многие знают, что, например, с номеров, которые начинались после кода 978 до крымского мобильного кода на 9 или на 6, с них невозможно было бы дозвониться. Потому что Укртелеком блокировал эти номера, как новые серии номеров, и в рамках режима санкций с этих номеров позвонить было нельзя. Мы сейчас уже полностью с Кателекомом наши технические регламенты сверили, и поэтому на сегодняшний момент со 100% мобильных номеров крымских можно дозвониться на экстренные телефоны. На сегодняшний момент, на эту минуту, порядка 80% абонентов интернета уже в сети, то есть они могут в спокойном режиме пользоваться этими услугами. Поэтому, как я и обещал, и как и давали мы обещания главе республики, в течение сегодняшних суток нормальная стабильная работа связи внутри республики Крым, включая фиксированную связь и интернет, и экстренный вызов, все это будет работать. То есть жители на себе это не ощутят. И впереди у нас работа, которую нам предстоит провести в ближайшие дни, это вывод междугородней телефонной связи. Междугородняя имеется в виду между Крымом и материком, потому что внутри Крыма звонить можно спокойно. То есть из Джанкоя, скажем, в Белогорск или из Симферополя в Армянск позвонить можно без проблем туда и обратно. Так что вот такая вот ситуация. Ну и кроме того, с мобильных телефонов уже можно звонить на стационарные, со стационарных на мобильные. То есть я думаю, что мы эту работу закончим, ну и мы для себя такие ставим планы, постараться это сделать до конца недели. Опять-таки здесь все еще будет зависеть от целого ряда согласований. Я буквально завтра вылетаю в Москву для того, чтобы там на уровне Россвязи и других ведомственных учреждений решить вопросы с номерными ресурсами и так далее. Так что я думаю, что это мы обязательно доделаем. Но самое главное для нас, что все это время, уже начиная с завтрашнего дня, практически полностью для крымчан никаких проблем с пользованием связи не будет. Как мы уже поняли, проблема практически решена. Дмитрий Анатольевич, вам большое спасибо за комментарий. Продолжение следует...